Дорогие друзья, получилось так, что одно и то же содержание некоторых моих книг повторяется в разных изданиях. Поэтому, чтобы вы не покупали лишнюю книгу, я хочу сейчас рассказать вам, где содержание, в каких книгах это содержание остается абсолютно одинаковым. Итак, это первая книга, которая вышла в издательстве АСТ. Она была с диском, который автоматически и бесплатно прикреплялся к каждой книжке. В этой книге, в первых ее версиях, допечатках, были некоторые ошибки, некоторые помарочки. Потом они были исправлены. Поэтому к каждому они очень незначительны. На самом деле, если вы будете внимательно читать эти книги, вы поймете, где что-то не так. То есть, они идут только на полях и общие картины содержания вот этой книги, они ни в коей мере не портят. Но, тем не менее, будьте, пожалуйста, внимательны и вы сами все увидите и все поймете. Какие-то ошибочки, какие-то помарочки, я об этом рассказывала на своем канале YouTube. Пожалуйста, найдите там это видео, ссылочку я прикреплю. И можете, кому интересно, отметить у себя в книжке. То есть, это самая первая книга. Она отражает полностью весь мой способ кроя. Рассказывает подробно и детально о безлекальном методе кроя. Она же ложится в основу всех моих очных занятий и курсов. Например, тот очный курс, который я провожу в течение 12 недель с моими девочками оффлайн, он полностью соответствует содержанию этой книги. И фактически именно эта книга, содержание этой книги явилось для нас, для всех учебникам. Вот такая получилась первая очень хорошая и полная книга. В какой-то момент моим издателям пришла в голову мысль, что вот эту большую книгу очень выгодно с коммерческой точки зрения разбить на две маленьких книги. Не мудрство и лукаво. Они поделили эту большую книгу, которая называлась «Шить быстро и просто» пополам. И не исправив даже ссылочки на те или иные странички, на рисунки, они это все просто автоматически поместили в две вот таких вот книжки маленького формата, естественно, дешевле по цене. Этот проект им показался очень удачным и действительно продажи были хорошие, потому что цена была гораздо ниже. Но в процессе вот этого деления было утеряно буквально одна или две темы. И, конечно, эта история мне совсем не понравилась. То есть для вашего восприятия, для удобства, для обучения вас, для знакомства с этим методом, я считаю, что это было не самое лучшее решение. И поэтому советовать вам покупать вот эту версию книг, она, ну, я бы вам не стала. И считаю, что первая книга, она гораздо более качественная, чем вот эти две маленькие книжечки. Но, повторяю, содержание этих книг абсолютно одинаковое. Если у вас есть какая-то из этих книг, которые я вам рассказала, то вам следующую покупать не нужно. Еще одна книга, которая полностью повторяет содержание первой книги. Называется она «Большие и маленькие секреты. Кроя и шитья». Если у вас оказалась в руках именно эта книга, то вы ничего не теряете абсолютно. Она один в один повторяет полностью содержание и оказывается очень добротной и качественной книгой. Полная, не исчезнувшие никакие фрагменты, ничего там плохого в ней нет. Единственное, там тоже могут в какой-то из версий этой книги, потому что она допечатывалась несколько раз, там тоже есть какие-то, в какой-то из версий есть опечатки. Но в другой версии этих опечатков нет. Поэтому тоже не будьте так строги. Я думаю, вы в них легко можете разобраться. И если у вас появилась вот такая книга, вам удалось ее купить в какой-то момент, захотелось и удалось, то другой вот из перечисленного списка вам покупать не нужно. И, наконец, что мне хотелось вам сегодня рассказать. Сейчас идет работа над выпуском, над переизданием вот этой же книги. То есть будет ее четвертая версия. Я не понимаю, почему, но моим издателям из АСТ почему-то хочется поменять обложку и поменять название. И она будет называться «Курсы «Кройка и шитье» с моей фотографии». Как это будет выглядеть, я вам расскажу. И, наконец, скоро, буквально перед Новым годом, появится на прилавках книжных магазинов книга, которая будет называться «Кройка и шитье. Безлекальный метод кроя» Галины Коломейко. Издательство АСТ, оно – это четвертая версия книга с измененным названием и обложкой, но совершенно одинакового содержания с предыдущими теми книгами, которые я вам сейчас показала. Поэтому будьте внимательны. Если вы уже приобрели какую-то из предыдущих книг, эту вам покупать не стоит. Ну и продолжая рассказ о моих книгах, хочу вам рассказать еще про одну книгу, которая тоже вышла в издательстве АСТ, следом за первой книгой, которая сегодня представлена уже в четырех версиях с разными обложками, но одинаковым содержанием. Так вот, эта книга имеет другой формат. То есть, если у меня спрашивают, повторяется ли содержание? В этой книге не повторяется. Она является как бы естественным продолжением первой книги, которая для многих из вас должна быть просто началом всех начал, каким-то учебником, который помогает освоиться в крое и ничего не бояться. А вот эта книга, которая называется «Шьем платье», она на примере 12 моделей разных фасонов. Там могут быть и брюки, и пальто, и юбки, и платья, и блузки. Она показывает вам, как работает этот метод кроя на практике. То есть, как реально взять какую-то идею за основу, допустим, летнее пальто плоского кроя, скажем, и снять мерочки, выбрать прибавочки, построить базовую конструкцию, внести необходимые изменения для моделирования. Вы знаете, что мы работаем строго по порядку. И в конце концов, на четвертом этапе создания одежды, когда начинается шитье, по порядку пройти все 12 шагов. 12 шагов, вы знаете, что они завершают весь наш цикл. Если кто-то еще не знает и не помнит, напомню буквально коротко, что весь цикл создания одежды состоит из 4 больших шагов. Первый шаг – это изучаем тело, снимаем мерку. Второй шаг – это строим базовую конструкцию. Третий шаг – мы ее моделируем. И четвертый – мы работаем с тканью. Так вот, эта книга как раз завершает этот полный цикл. Если первая книга рассказывает в основном о создании выкройки, о наших чертежах, о правильных конструкциях, о моделировании, то вот эта книга, это уже включает в себя практические советы и рекомендации, то есть описывает и показывает на примере конкретных изделий. Эти изделия я постаралась делать как можно более разнообразными, чтобы хотя бы в таком сжатом виде показать и немножко моделирования, и немножечко выкройку, и немножечко осноровку, весь цикл, и даже технологическую обработку, вплоть до того, что, по-моему, там указано, как пришить молнию или как обработать гульфик на брючках, или как обработать пояс. То есть вот это все, вот эти все данные вы можете посмотреть в этой книге, считая ее очень удачной, считая ее очень полезной, хотя по сравнению с предыдущей книгой она не имела такого успеха, но тем не менее право на жизнь она имеет, и те, кто у меня ее приобретают, потом говорят большие слова благодарности, потому что как продолжение она имеет свою достаточно высокую ценность. Следующая книга, о которой я хочу вам рассказать, это уже книга издательства «Эксмо». То есть в этом издательстве у нас была первоначальная идея создания целой серии небольших маленьких книг, в которой каждая книжечка рассказывала бы о каком-то одном ассортименте той или иной нашей одежды. То есть это хотели быть книги, хотела быть книга про юбки, про блузки, про платье, про пальто, допустим, про нестандартную фигурку, еще про что-то. Но в определенный момент времени случилось так, как случилось, и мои издатели от этой идеи решили отказаться. Дальше я вам про это расскажу более подробно. А пока буквально несколько слов о содержании уже вот этой книги. Значит, если вы ее приобретете, именно эту книжечку, то вы увидите, опять же, как проходит наша юбочка полный цикл. Начиная от того, как мы снимаем мерочки, изучаем свое тело. Следующий шаг – это как мы строим основу или базовую конструкцию, как рассчитываем выточки, проверяем контроль. Следующий шаг – как мы ее изменяем, моделируем. Это третий этап создания одежды. И, наконец, как на четвертом этапе мы ее отшиваем. Как идет у нас работа с тканью, которая, в свою очередь, повторяет вот эти наши все 12 этапов создания одежды. То есть, опять же, для новичков, для тех, кто делает свои первые шаги, я считаю, что эта книжечка очень хороша и очень удачна в своем решении. И я думаю, она понравится очень многим. Другая книга, которую мы выпустили в этом издательстве, она называлась «Идеально сидящие платья». Выглядит, имеет вот такую она обложечку. В ней, так же, как и в книге про юбки, рассказывается о полном цикле создания такого ассортимента одежды, как наше платье. Повторяться не буду, потому что все то же самое, что я рассказала вам про наши юбки, все то же самое содержание рассказывается, но только уже на примере различных фасонов платья. То есть, полный цикл создания нашей одежды. Еще одна книга, которая вышла следом в издательстве «Эксмо», называется «Шьем на нестандартную фигурку». Не надо вам рассказывать о том, насколько эта тема важна для нас с вами. Потому что тонких, звонких, красивых и стандартных, да, есть такие, но они не шьют себе сами одежду, потому что они в состоянии купить себе все, что угодно в магазине. А кто себе шьет одежду? Конечно, тот, кто не может купить себе одежду в магазине. Тот либо шьет ее сам, либо приходит в ателье и по индивидуальным мерочкам уже заказывает то, что ему нужно. И вот как раз здесь-то и начинаются очень большие сложности, потому что далеко не каждый конструктор, не каждый закройщик умеет идеально с первой примерочки сразу посадить на такую фигурку свое, вот это свое заказанное изделие. Или вы сами не можете этого сделать. Поэтому вот именно наработанный мною жизненный опыт, он позволяет мне подвести какой-то своего рода итог, рассказать вам, научить вас тому, как же это сделать без больших проблем. Какие изменения нужно внести в базовую конструкцию на такого человека, чтобы платье в конце концов село на него, не создавало никаких перекосов, никаких заломок, не создавало излишних объемов в том или ином месте, или наоборот не обтягивало вас там, где это вам не нужно, чтобы все сидело ладненько, хорошо, симпатично и в конце концов делало вас привлекательными. Вот как поработать с нестандартной фигуркой, как определить, есть ли у вас та или иная особенность, об этом и обо всем я подробно рассказываю в этой книжке, считая ее очень большим достижением в своей жизни, потому что то, о чем речь идет в этой книге, такого я не слышала ни у кого, не читала нигде. Это, повторяюсь, мой жизненный опыт, потому что через мои руки прошли сотни и тысячи, не побоюсь этого слова, разных самых фигур и разных самых женщин, на которые нужно было шить мне платьица. Вот такое содержание у этой книги. И, наконец, последняя книга, которая вышла в издательстве «Эксмо», называется «Безлекальный метод кроя». Галина Коломейко или «Энциклопедия шитья». Что включила в себя вот эта книга? Она вобрала в себя предыдущие три книжечки. Это юбки, это платья идеально сидящие и нестандартную фигурку, те, о которых я вам рассказала только что. То есть, если у вас есть, я всем сейчас советую приобретать именно вот эту книгу, потому что мало того, что она включила в себя предыдущие, сюда добавились блузки, сюда добавились брюки, и сюда добавилась очень интересная глава, которая, я считаю, в первой книге освещена не так детально и подробно, как здесь, которая называется именно «Как раскроить ваше изделие сразу на ткани». То есть, очень удачное содержание вот этой главы, она здесь стала последней, оно помогает вам действительно в достижении вашего результата, в достижении ваших целей, в сокращении работы над своим изделием. То есть, как минуя бумажные выкройки, сделать это сразу на ткани. Но хочу вас предупредить, чтобы вы излишне не обнадеживались, что если вы не прошли предыдущий долгий путь, не изучили первую мою книгу, которая называется «Шьем быстро и просто» или «Большие и маленькие секреты», или «Кройка и шитье» Галины Коломейко, и сразу переходить к этой теме, это не будет для вас эффективным, потому что это идет как вывод, как итог всего ранее пройденного материала. Поэтому вот такая хорошая, большая, объемная, прекрасно изданная книга получилась у нас с издателями в издательстве «Эксмо». Сейчас она тоже допечатывается, слава богу, она не поменяла ни своего названия, ни своей обложки, поэтому считаю вот эту книгу как бы второй по значимости для тех, кто любит шить. Если в первой книге, ну или в какой-то из ее версий, я рассказываю о теории, в основном о создании выкройки, то вот эта последняя книга, она рассказывает обо всем цикле, который состоит из вот этих четырех и плюс 12 шагов при работе с тканью, раскладывая все по полочкам, аккуратно проходя отдельно по каждому изделию. Там разбирается множество различных изделий, множество. Вы и брюки туда вошли, ну и чего там только нет на самом деле. Вы увидите, я думаю, что вы все останетесь довольны, но повторяю, прежде чем приступать к работе с этой книгой, пожалуйста, все-таки изучите, пройдите книгу первую, которая является теорией. И вот эта книга, она является практикой. Ну вот, сегодня я вам рассказала обо всем, обо всех своих книгах, чтобы вы в них не путались. Пожалуйста, смотрите, выбирайте то, что вам больше подходит, внимательно читайте, делайте это все вместе со мной, и, как говорится, будет вам... Наберитесь терпения. Наберитесь терпения, и вы получите те необходимые знания, которые быстро помогут вам справиться с этой профессией, овладеть этой профессией, потому что это все не для домашнего пользования. Эти книги рассчитаны на профессиональное использование. Эти знания рассчитаны на профессиональное использование. Ну и в завершении темы хочется сказать следующее. Как вот все эти книги, о которых я рассказала, они принадлежат издательствам. Спросить меня купить и прислать вам эту книгу, вернее, прислать вам эту книгу, нет никакого смысла, потому что я точно так же покупаю их у издателей. К сожалению, оценка моего труда, как авторская, очень-очень невысокая, и проект создания книг зачастую является, ну, в полном смысле слова, благотворительным. Но чтобы вам было лучше и чтобы я могла как-то немножко заработать, я в дополнение ко всем этим книгам сняла абсолютно замечательные видео, которые так и называются «Видеокниги». Полная иллюстрация того, о чем рассказывается здесь. Все это вы можете легко найти на сайте kolomeyka.ru, если вам интересно. И для более глубокого усвоения этого материала, довольно сложного в конце концов, потому что это все очень серьезно, если вы будете иметь у себя на столе бумажную книгу, а к ней вы будете иметь у себя в компьютере «Видеокнигу», где я показываю, как это делать физически руками, какие-то еще привожу примеры, какие-то дополнения, я думаю, это принесет вам еще более весомую пользу. Так что мои пожелания, покупайте и то, и другое, и пусть у вас все получится. Здоровья, доброго, хорошего настроения, мирного неба, всегда ваша Галина Коломейко.